Радислав Гондопас 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 Первое общение Радислав Гондопас 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 Был серьезный Я тоже делаю Радислав Гондопас Насколько она Завершить День рождения День рождения Радислав Гондопас Радислав Гондопас День рождения 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 где-то перерасходуют энергию, другие ресурсы. Но в целом-то он оратор хороший, его же слушают. Да, отчасти его интересно слушать. У него хорошая передача. Я ему так и сказал, у вас есть хорошие данные, вам нужно школой это укрепить, и все будет хорошо. Это как плавать. Человек может плыть, но он может плыть, тратить много энергии, много брызг от него, но он плывет. Он все равно плывет, но если дать ему немного школы, он будет плыть легче, красивее, легче и красивее человек будет выступать. Хороший лидер всегда хороший оратор. Почему, подумал я. Наверное, потому что лидерство предполагает раскованность. Человек не напряжен, он играет в жизнь. И публичное выступление, если человек сумел снять это напряжение и начать играть с залом, это обеспечивает больший успех, чем вот эта попытка понравиться, изложить материал полностью, ничего не забыть, заглядывая в блокнот и так далее. Раскованность, раскрепощенность. И позиция над ситуацией. Лидер это человек, который привык быть над группой. Он ее ядро, он главное ключевое звено. Группа реализует его цели, которые он группе на тех или иных условиях навязывает. Поэтому, когда он выходит на сцену, перед кем бы он ни выступал, перед ним депутаты или дети сидят, неважно, он чувствует, что он в этой группе ядро, звено, он ведет группу куда он хочет, он управляет аудиторией, он так привык. Поэтому аудитория беспрекословно... Аудитория тут же ловит эту роль и включается в свою роль. Роль податливых, ведомых и так далее. Ну, Эрих Аберна, читайте игры, в которые играют люди. Это такая игра. Я главный, вы группа. А большинство ораторов, к сожалению, выходят на сцену, чтобы понравиться. Они зависимы от мнения аудитории. И они играют в другую игру. Вы главный, я ведомый. То есть человек на сцене, он всегда должен играть роль главного. Он должен играть роль главного. В книге Камасутра для оратора я это передаю через метафору мужчина-женщина. Мужчина, ну, как бы в отношениях мужчина, как бы главный, он ведет в танце, он ведет в жизни, он ведет... И женщина с удовольствием поддается, не становится его в руках некой бездумной куклой, которая он вертит, как хочет. Но она предпочитает, чтобы мужчина вел, чтобы мужчина танцует оба, но он все-таки на долю секунды упреждает движение. Она хочет мужчине подчиняться. Таковы уж правила игры наших отношений. Точно так же оратор выполняет роль мужчины, аудитория роль женщины. Они танцуют вместе, это единая система публичного выступления. Но все-таки оратор задает темп, характер, правила и так далее, и так далее. И аудитории ничего не остается, как их соблюдать. Не бездумно, не без сопротивления, как и в танце в личной жизни. Но тем не менее, все-таки в конечном итоге соблюдать. Когда же перед публикой появляется оратор, который жеманится, старается подальтиться к аудитории и так далее, он как неловкая женщина, которая пытается добиться внимания мужчины. Мы знаем по собственному опыту, что женщина, которая явно пытается понравиться, каким-то образом, она вызывает у мужчины опасения. Ему хочется от нее бежать. И поэтому оратор, который так ведет с аудиторией себя, может тоже вызвать невольно у аудитории некое желание отдалиться и не контактировать. Это важная вещь. По сути, если оратор усвоит только это из всего, то этого будет уже достаточно для того, чтобы заметно повысить качество публичной речи, даже если оно не будет подкреплено правильной жестикуляцией, артикуляцией и так далее. Одной из ключевых. Это роль. Это роль. Твоя роль ведущего в этом танце, которая называется публичное выступление. Когда в начале прошлого года мы с тобой общались как раз по поводу твоей главной темы, да, и ты говорил, что все-таки лидерство сейчас твоя главная тема, но недавно я увидел, что хоть тема ораторского искусства, ты из нее ушел, но она из тебя не очень. Она из меня не ушла совсем. Как она из тебя вот так вцепилась? Мы-то рады, мы-то сейчас повысили навыки благодаря тренингу, который в Алматы прошел. Это, кстати, вот первое интервью, которое я записываю из всего цикла передач у себя на родной территории, в Казахстане. Остальные все выпуски были на различных островах записаны. С премьерой. Вот, поэтому такой вопрос. Как она так в тебя вцепилась сильно, что ты продолжаешь изживать? Ты знаешь, я ведь не оратор. Я ведь в детстве получил очень негативный опыт публичных выступлений. И мое первое выступление засело такой занозой, которую никак не выковырить. Я облажался по полной. Я забыл слова, я забыл первую строчку. Я должен был прочитать стихотворение, меня к этому готовило. Были гости, был Новый год, торжественная обстановка. Я, конечно, очень преувеличил. Мне казалось, что я испортил праздник, что я чудовищно опозорился. Я рыдал безутешно. Конечно, ну, несколько там, 4, наверное, года было, 5. Ну, как должны были отнестись к этому гостю? Ну, похлопали, посмеялись, да ладно, мне очень-то нужны были эти стихи. Для меня мир рухнул, была катастрофа чудовищная. И для меня появление перед публикой, экзамены или выступить с рефератом, каким-то докладом, это была пытка. Я был готов часами готовить доклады, я мог написать 5 докладов. Я мог сидеть в библиотеке сутками, чтобы написать о млекопитающих жителях морей, звездах морских, звездах небесных и так далее. Но только чтобы не читать его перед публикой. Ассоциация была с тем негативным опытом? У меня физически было плохо. Маленький ребенок, а мне физически плохо. Перелом наступил в 8 классе, когда меня заставили буквально выступить со сцены. Я вырос, я стал высоким и стройным. И я должен был на конкурсе в дни Маяковского, фестиваль Маяковского, что-то такое, литературное чтение имени Маяковского, читать стихи Маяковского. Вот директор школы сочла, что я и Маяковский будем хорошо сочетаться. А у нас директора была такая харизматичная и деспотичная тетенька. Слово «нет» она не понимала, что означает сочетание звуков. Она никогда его не слышала, слово «нет». И мне пришлось учить Маяковского выступать от имени Маяковского. И говорят, что выступил неплохо. Выступил с перепугу, с мандража, плохо понимая, что я делаю. Я, тем не менее, выступил. И сказали, что хорошо. И это было как раз вот этой засадой. Потому что меня стали везде совать выступать. И от имени восьмых классов выпускных танцевать. И потом от имени выпускников литератур. И потом от этого, и потом от этого. И потом от школы. Это была пытка. Но это была пытка какая-то фатальная и неизбежная. И потом я поступил в университет. И я должен был выступить от имени поступивших абитуриентов. И зажечь факел знаний. И это вообще капец какой-то был. И обо мне написали газеты. Мои слова опубликовали в газетах. С моей фотографией все городские газеты. То, что у нас был университет. Я из Одессы. Одесский государственный университет. Это главный вуз города и региона даже. Главный вуз. И поэтому внимание прессы к нему приковано. 1 сентября или 1 октября. Я не помню, когда там студенческий. Открывается учебный год. И я с факелом стою. Мое имя, мои слова. И я подумал, может быть не так все плохо реально. И это признание было. Какое-то признание я получил первую в своей жизни конфету. До этого я получал только плети. Так или иначе. Моральные плети, которыми я сам себя христал после выступления. Все не так, все не правильно. Конфета, ну не то, чтобы понравилось. Но увидеть свое имя в газете. А тем более, когда мама начинает этих газетах хранить, показывать кому-то. Это все-таки очень серьезный фактор. Почему я всегда говорю на тренинге. Хлопайте друг другу. Поощряйте друг друга. Плохо выступил. Не важно. Бейте в ладоши, как никому никогда не хлопали. Он должен. Вы должны получить поощрение. Погладить по головке. Для того, чтобы дальше хотелось хотя бы выступать. Хоть чтобы уменьшить сопротивление. И я уже в университете будучи стал активно искать инструменты публичных выступлений. Смотреть, как выступают наши преподаватели. Как ведут лекции. Кто лучше, кто хуже. Сравнивать. И сам пытался. Я пошел в команду КВН только для того, чтобы получить опыт выступления на сцене. Ты в КВН играл? Я был в КВН команде одесских джентльменов. Я, правда, ни разу не вышел на сцену. Я был в неком то ли дублирующем, но в молодом составе. То есть я не был в звездном. Но точнее, я до него просто не дожил. Я ушел в армию, потом вернулся. Уже было не до этого. Там семья появилась. То есть все. Это шикарная школа на сцену. Я выходил, тем не менее. Но выходил во внутренних. Я не выходил на соревнованиях. Я выходил на каких-то внутренних мероприятиях. Но, тем не менее, этот опыт я приобрел. И, может быть, именно поэтому меня зацепило, что я так преодолевал болезненно. Она так болезненно входила, вживлялась, что теперь вытравить ее очень сложно. Эта тема сидит во мне. Я преодолевал чудовищное внутреннее сопротивление и негативный прошлый опыт. Поэтому, я не знаю, эта тема от меня не отцепится, наверное, никогда. Всегда будет моей любимой темой. Лидерство для меня такая флагманская тема. Главное, важнейшее. А ораторское искусство любимое. Получается, главный страх в твоей жизни перерос в главную любовь в твоей жизни. Так часто бывает. Так часто бывает. Ведь если вспомнить тех людей, в которых мы были по-настоящему влюблены. Ведь это было как-то замешано тоже через страх потери. Через страх, что не примет. Через, может быть, даже страх, она так хороша, чего я-то, куда я лезу со свиным рылом в калашный ряд. Меня предпочтут. Через этот страх, тем не менее, мы подступались и ценили то, чего мы боялись. Кстати, дети, рожденные после многолетних неудачных попыток, они более любимые. К ним привязываются гораздо сильнее. Это иногда вносит перед детям, что к ним так сильно привязано, но тем не менее. Потому что тот уровень проблем, которые ты преодолел для того, чтобы достичь чего-то, он определяет отношение к тому, чего ты достиг. И люди, которые выступают легко, спонтанно, непринужденно, они не боролись, они не старались, поэтому они не так привязаны. Больше любишь то, что сложнее всего дается. Что сложнее всего дается. То, что получается. Так уж устроено. Так уж получилось. Ценишь то, что удалось с большим трудом. Чем больше затратил, тем больше ценишь. Поэтому я и сказал участникам тренинга, кто из вас приехал на этот тренинг издалека, кто из вас заплатил собственные деньги, оторвав от бюджета важную сумму, кто из вас преодолел что-то для того, чтобы здесь оказаться, тот получит гарантированно больший результат. Ваши инвестиции дадут больший капитал на возврате. Подтверждаю своим собственным примером. Первый мой тренинг живой проходил 5 лет назад. Я поехал на него за 4000 километров из Иркутска в Казань. И этот тренинг полностью перевернул мою жизнь. Пожалуйста. То есть фактически из наемного работника я стал свободным человеком, человеком, который может зарабатывать десятки раз больше денег, чем на наемной работе, работая за зарплату, даже за большую. И при этом распоряжаясь своим временем, как тебе за благородство. Точно. Так, ну к вопросам от зрителей перейдем. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!